Святой Дух — Личность. Я сказал, Он — Личность. Я знаю, что вы услышали меня, но вы должны понять. Я донесу эту истину до вас. Он — Тот, Кто живет в вашем сердце. Вы понимаете? Вы можете сказать, Иисус живет в моем сердце? Но Иисус не в вашем сердце. Вы должны понять это. Иисус на небесах, одесную Бога. Он пока не оставил небеса. Он во славе вот уже две тысячи лет. Поэтому кто в вашем сердце? Святой Дух. Тогда вы должны знать Его. Он говорит с вами каждый день. Он — Тот, Кто скажет вам, не смотри эту передачу. Не иди к своему знакомому. И Он предупреждает вас не идти туда. И вы тогда чувствуете, «А, я не должен делать этого». Кто же это говорит с вами? Святой Дух. Так почему вы не говорите с Ним? Все очень просто. Говорите с Ним. Моя драгоценная теща Паулина часто спрашивала, «Послушай, Бенни, с кем же я говорю? С Отцом, Сыном или со Святым Духом?» Я отвечал Паулина. Нет никакой конкуренции в Троице. Бог Отец был на земле, и Моисей говорил с Ним. Когда же Бог Сын был на земле, апостолы говорили с Ним. А сейчас Святой Дух на земле. И с кем Он говорит? С Церковью. И Библия ясно говорит, что Он — Личность. Хорошо. Первое послание к Коринфянам, 2 глава. Мы увидим это потрясающее место из Писания. И я донесу эту истину до вас. Я начну с 9 стиха. «Но как написано? Не видел того глаз, не слышала уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Остановимся здесь. Все эти вещи мы не знаем. О чем же говорит Библия? В следующем стихе сказано, «А нам Бог открыл это Духом Своим». Поэтому не будем говорить, мы не знаем, что Бог приготовил. Все, что Бог хочет, чтобы мы знали, мы можем узнать во время нашей жизни на земле. Субтитры создавал DimaTorzok